Привет! Хочу рассказать вам, как поставить самому себе укол внутримыжечно, если у вас нет других вариантов. И также поделюсь с вами своим опытом, который также у меня будет сегодня впервые. Для начала мы моим руки, они у меня уже вымыты. Далее надеваем внутривые перчаточки, или же если их нет, просто обрабатываем руки антисептическим средством. Сразу скажу, что я не медик. Все знания взяты с Википедии, а также с обучалки моей подруги, которая в этом шарит. Далее приступаем к препаратам, которые вам назначили. У меня уже один шприц. Наполню. Я беру второй, открываю, вытаскиваю шприц с иголкой, откладываю его. Этим же пакетиком, упаковочкой, я открываю ампулу. Если у вас здесь держится водичка, просто вы таким движением ее можете сбить. На ампулах в основном указано место, где оно лучше всего переламывается. Открываем ампулу. Далее берем шприц, надеваем на него иглу. Снимаем колпачок. И набираем препарат. Если у вас препараты из одной ампулы, просто набирайте из одной ампулы и колите. Если нет, то мы мешаем. У меня в данном случае нужно смешать эти три препарата. Далее это все хорошо размешиваем до однородной массы. Далее весь намешанный препарат мы набираем в шприц. Откладываем наш шприц. Берем ватку со спиртом. Намачиваем ватку. Намакиваем, намачиваем. И приступаем непосредственно к самому интересному. И немного страшному. Берем нашу булочку. Делим ее на четыре ровные части. Колем мы всегда верхнюю внешнюю часть. У меня в принципе здесь уже разметочка есть. Скажу пока так. Я беру шприц, забыла. Зажимаю его между большим и указательным пальчиком. И хлопочком мы себя колем. В интернете просто рекомендовали. Без иглы пока просто себя вот так пошлепать, поприцеливаться. Что ж, попробуем. В общем, меня это никак не успокаивает. Для меня чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее я начну, тем быстрее это все закончится. Что ж, поэтому начну, пожалуй. Я беру еще раз ватку. Прохожу спиртиком. Беру шприцульку, снимаю колпачок, взбалтываю, выпускаю весь воздух, если он там есть. Видите, капельки должны немножко пыть. И начинаю колоть. Зажимаю между пальчиком. Что ж, начнем, пожалуй. Колем мы пенпиндикулярно нашей попке. По дугам 90 градусов, то есть. Вводим иглу не всю, а две трети нашей иглы. И препарат вводим медленно, не спеша. Фух, я уже 300 раз вспотела. И наш препаратик. Вынимаем иголочку и зажимаем ваткой со спиртиком. Чтобы не было синячков после игольчиков, рекомендуют вот так вот. Поделать. Пора сжижать там препаратик, чтобы он хорошо воспитался. Не знаю, короче. Но, говорят, синячков не будет. Еще второй игол. Но, как мне показала практика, кстати, мне не больно было сама себе. Далее я повторяю, проделывается то же самое. Протираю жопку спиртиком. Открываю шприц, забалтываю его. Выпускаю воздух, который есть. И прицеливаюсь на свою прекрасную попку, которой, в принципе, нет, ну ладно. Так, раз, два, три. Кстати, реально, я вот сама себе колю, то мне не так больно. Обычно, когда мне кололи там в больнице, либо знакомые, то я от укола, когда игла вводится, у меня вечно дергалась нога и зажималась мышца. Далее так же разбалтываем все, что там есть, чтобы не было синячков. Ну и оставляем ватку, чтобы кровушка не попала на наши шмоточки любимые. И потом аккуратно утилизируем все эти предметы. Аккуратненько закрываем все наши шприцы и доблестно выкидываем в мусорку и с хорошим настроением идем спать после димедролчика. Надеюсь, вам небольшой мой видеообзорчик поможет немножко в жизни, если вам придется также впервые колоть самому себе уколы внутримышечно, а точнее в полку. Всего хорошего, не болейте.